Говорят, что если актер начинает свою карьеру в школьном возрасте, он на всю жизнь остается мальчиком. Так это или не так, мы сейчас узнаем у Бориса Чербакова. Приветствую вас. Привет, Жень. Спасибо. Вот скажите, вы в 12 лет, да, в первый раз в кино начали сниматься, в мандате. Достаточно все-таки большой период времени, вы то, что называется в отрасли, можете сравнивать разные времена. Скажите, начинать было легче в советские времена или сейчас? Вот начинать свой путь в кинематографе. Вы знаете, я не могу сравнивать, потому что я начинал в советские. Если бы я начал в советские, а потом прекратил, а потом снова бы начал уже в несоветские времена, тогда у меня была бы какая-то, так сказать, разница. И тогда бы я понимал, где легче начинать. Поэтому я не знаю. То есть вы не общаетесь с коллегами более молодыми, которые вам что-то могут рассказывать, вы им что-то можете рассказать, вы можете как-то сравнивать. Почему? Общаюсь, общаюсь. Почему? Мы и спектакли играем иногда, вот если приглашают в кино. Ну, в смысле, в сериалы, потому что в кино-то практически уже совсем никого. Ну, во всяком случае, меня уже давным-давно не приглашают в кино, только в сериалы, если даст Бог пригласит кто-то, и то хорошо. Потому что все-таки надо как-то кормить свою семью. Вот. Так что я общаюсь, общаюсь. Но я вам хочу сказать, что талантливый человек всегда в любом случае пробьется. Пусть это советский строй, капиталистический, какой угодно. Если человек талантлив, и если он поставил себе точно цель и чего-то точно хочет добиться, он добьется. А вот вы упомянули финансовый аспект. Вы за свою первую роль школьникам в 12 лет получили 480 рублей. Это много было или немного? Что это вот? Какая-то была? Как вот сейчас понять? Нет, ну вот я, например, вам для сравнения. Отец, царство ему небесное, получал что-то 55 рублей в месяц. Мама там 45. То есть вы годовую зарплату фактически получили взрослую. А заняты были сколько на съемках в мандате? Полгода. Если не больше. Потому что там и летний период был, и зимний какой-то. В общем, тогда мы снимали основательно, не как сейчас. Когда вот заходишь в сериал, снимают, у них нормы там 20 минут в смену. 20 минут полезного времени. А тогда, ну, 2-3 минуты полезного времени. А, ну все-таки разница-то есть. Ну, а как же, конечно. И раньше-то на пленку снимали. Сейчас цифры, можно, казалось бы, снимать часами, неделями, годами. Вот скажите. Подождите секунду. Да, да, да. Я сейчас вспомню. И знаете, иногда вот подходит фотограф какой-то, и у него цифровая эта. И он начинает. Тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр. И долго-долго. Я говорю, как же хорошо было с пленкой. Она хоть кончалась когда-нибудь у вас. Да, там у них не кончается. Да, извините, я перебил вас. Мне кажется, престиж профессии, он как-то тоже не меняется? Что актер был в советские времена, как бы человек, которого любили, узнавали, ему были все там открыты двери. Так и сейчас, или немножечко вы видите разницу в отношении к людям вашей профессии? Я лично не вижу. Лично я. Может быть, кто-то другой видит. Я не хочу говорить за всех артистов и актрис, но лично я, Боря Щербаков, я не вижу. Плюсы очевидны, да? Любовь народная, какие-то. А минусы есть в узнаваемости? Бывает, что думаешь, лучше бы не узнали? Для меня минусы. Я терпеть не могу фотографироваться. Особенно с чужими людьми. Подходят, да, и просят сфотографироваться? Ну, не мыслям. Это на сцене постспектакля. Где-то. А можно с вами сфотографироваться? Я думаю, ну почему? Ну зачем? Я начинаю ощущать себя мартышкой в зоопарке. Понимаете? Когда рядом с тобой встают. Вот в зоопарке как фотографируются. Ну да, да, да. Со слоном, с той же мартышкой. Вот я себя так начинаю ощущать. Поэтому я всегда говорю, вы знаете, с удовольствием, но позже. Тоже хорошая отмазка. Обязательно, обязательно, но позже. Или там на съемках, там из массовки кто-то подходит. Я говорю, да-да-да, обязательно, но позже. А после съемки стараюсь как можно постреслить. Чтобы не фотографировать. Я не люблю. Ну это действительно в этом что-то, не знаю, я вижу в этом что-то нехорошее. Ну за все надо платить. Как вот. Ну вот это плата за славу. Да, да. За узнаваемость. Я сомневаюсь. Отдыхать вот в этом контексте где предпочитаете? На советских, ну я условно говорю, советских курортах. Ну понятно, там Сочи, Сочи, Крым, Дублты. Или куда-нибудь уезжать, где вас не узнают. Вот этим летом вы где отдыхали? Да я еще не отдыхал. Да? Ну у вас такой дом. Я видел несколько передач про вашу хороу. Ну да, я на дачу уезжаю. У меня замечательные соседи. Прекрасные, великолепные. Вообще вы знаете, вот к сожалению, к моему огромному сожалению, это не русская поговорка, а она замечательная. Хочешь жить хорошо, сделай так, чтобы хорошо жил твой сосед. Во, замечательно. Поэтому я делаю все возможное, чтобы мои соседи жили хорошо. Тогда и я буду жить хорошо. Это действительно так и происходит. У меня замечательные соседи, и поэтому я замечательно живу на даче. Прекрасно, великолепно. И мне никуда не надо, мне никуда не хочется. Не выезжать, ничего. Хотя вот в свое время мы несколько лет подряд с Танечкой, с моей супругой, мы ездили там, ну зимой в Таиланд. Да, ну да, хорошо, зимой развеется. Иногда там, на Таиланде, иногда даже забываешь, что есть зима. Что однажды я сижу на каком-то шоу слонов, что ли, и девочка сидит, и что-то мы разговаривали с ней. Я говорю, ты откуда? Она говорит, из Омска. Я говорю, да, ну замечательно как. И она вдруг говорит, там сейчас 38 градусов мороза. И я вдруг понимаю, что в России-то зима, а здесь вот полностью отключаешься. Конечно, в этом есть что-то хорошее. Но это выпадает довольно редко, к сожалению. Ну, кстати, в одном из интервью мне понравилось, как вы насчет супруги сказали, что вы вступали в брак с актрисой, а живете с архитектором. С писательницей. С писательницей, да. С писательницей, да. Но она еще и архитектор, потому что она ваш дом построила. А вы не пишете? Нет. Нет? Я не писатель, я читатель. Понятно. Ну, а Татьяна с вами советуется, когда работает над этой формой? Или нет? Или вы уже видите то, что называется окончательный продукт? Читаете рукопись? Ну, она, в общем, мало советуется, потому что она в основном вся погружена в книги. Сейчас, тем более, она пишет историческую повесть про Ольгу Константиновну Чехову, не Ольгу Леонардовну Книпер-Чехову, а Ольгу Константиновну, ее племянницу Чехову. А если писать о ней, значит, обязательно надо писать и о тетке. А если ты пишешь о тетке, значит, начинать надо и с Антона Павловича Чехова. Значит, это история всего художественного театра. И, так сказать, немножко другие отношения Немировича с Ольгой Леонардовной, понимаете? Вот, поэтому она очень погружена. Но когда она писала там, так сказать, о более современных каких-то вещах, то вот она напишет там 10-15 страниц, и она говорит, на, прочти. Я читаю, и с точки зрения уже мужчины, я ей поправляю просто какие-то вещи, там, или Вася, сын, читает. Нет, она советуется в этом плане, и это хорошо. А с кем ей еще посоветоваться? Ну, с тем же Василием Борисовичем, как бы, потому что... Ну, вот с Василием Борисовичем и со мной. Да, это не только гендерные отличия, но и, как бы, другое поколение, она по-другому может смотреть на какие-то вещи. Да, кстати, да. Он какие-то вещи очень хорошие ей подсказывает, и она говорит, да, да, вот теперь это так, о, да я сейчас тогда перебежусь. Ну, да. А вы с ней советуете? Я вот подсчитаю, что ваше увлечение коллекционированные антиквариаты, это уже не сколько хобби, сколько тоже профессия, ну, судя по тому, сколько вы времени этим занимаетесь, и как вы это все любите. А вы с ней советуетесь купить там ту или иную вещь, нет? А, то есть вот это целиком ваше, да? Ну, потому что в основном я это покупаю в антикварных магазинах городов, где я гастролирую. В гастроли, да. Вот, если приезжаешь в какой-то именно вот маленький городок, маленький, вот, например, в Арзамасе я купил потрясающую скамейку, грандиозная скамейка, расписанная и в прекрасном состоянии. А как ее допереть-то? Ну, как, она складывается. А, ага. Она складывалась, вот, и она у меня стоит. Это не такая, которая какая-то трость такая, вот я видел сюжет, какой-то трость, которая в стул превращается. А, это другое, это я в Киеве купил. С гафтом, да, по-моему? С гафтом, да, да, да. И гафт, кстати, написал сразу эпиграмму про нее. А это, значит, типа трости, да? Да, выглядит как трость. Ну, в смысле, это трость, да? И такое ощущение, что зонтик, не зонтик, совершенно непонятно, что это. Вот, а там такую штучку поднимаешь, и он раскладывается, и это превращается в сиденье, в стульчик. То есть, если ты идешь там по тропинке в лесу. С тростью. Собирая грибы, ты устал, да? Ты открываешь, садишься, вот, там либо перекуриваешь, либо, так сказать, подумал о чем-то, сочинил очередное стихотворение, отдохнул, собрал и пошел дальше. А вот вы упомянули Киев. У вас есть друзья в Киеве вообще, на Украине? В Киеве были, но как-то они как-то потерялись. Вот потерялись в последнее время? Я в свое время снимался там несколько раз. Ну, как-то они потерялись. Ну, вот многие ваши коллеги, они попали там, в разные списки, кто в черный список, кто в белый список, въездных, невъездных. Как вы вообще целиком вот смотрите на эту ситуацию? Она вам как представляется? Когда все это закончится и закончится ли вообще? Ну, вы знаете, все в жизни когда-нибудь заканчивается. Ну, понятно, но вот я имею в виду... Это тоже когда-нибудь закончится. Ну, с вами конец этой истории. Я могу это просто вспомнить. Очень-очень старый анекдот. Когда человек спрашивает у мудреца, какого барана убить, белого или серого? Ну, вы знаете. Нет. Нет? Нет. Он говорит, бей белого, серый обидится. Ну, бей серого. К белой обидится, да. Ну, тогда я не знаю. Он пошел еще к какому-то мудрецу. Тот говорит, бей белого. Серый обидится, серый, да, ну, белый. Ну, и так далее, и так далее. Он долго-долго ходил, наконец-то поднялся куда-то в горы, там, три недели шел бы в эти горы, нашел этого мудреца, который 20 лет жрет только тушканчиков, очень мудрый человек. Все, он говорит, бей белого. Он говорит, так серый обидится, пускай обижается. Понимаете, вот это из этой серии. Ну, да. Меня внесли в эти списки. Ну, и что? Что? Ну, это странно все. Ну, что, для меня это что, трагедия, что я не поеду на Украину? Ну, а как? Ну, там же есть тоже поклонники, там тоже есть... Да я вас убалю. Нет? Ну, а как? Смотрите, а завтра ваш родной Питер, там, ну, вы родились в Ленинграде, сейчас в Санкт-Петербург, тоже, я не знаю, в силу каких-то обстоятельств отсоединиться. Да не может быть никаких обстоятельств. А кто мог подумать, что может быть? Потому что Питер – это родина Путина. И моя. Не может быть никаких. Вообще, все, что делает Владимир Владимирович, я считаю, это гениально. Он гениальный политик. Как он отделил Крым? Без единого выстрела. Гений, гений, гениально. Я был просто в восторге. А вы когда в последний раз в Питере были? Недавно я был, в спектакль мы играли. Практически, ну, раз в месяц, иногда даже два в месяц, я бываю в Питере. А что за спектакль? И так как это родной мой город, я его обожаю. Я его обожаю. Спектакль «Свободная пара» с Машей Ароновой мы играем. Потом «Подкаблучники» с Наташей Бочкаревой и Лешей Маклаковым. Потом спектакль «Все сначала» с Леночкой Прокловой и Сашей Машковой. Вот у меня три спектакля таких задействованы. А вы можете вспомнить самый удачный спектакль? Я имею в виду не конкретно постановку, а вот по каким-то ощущениям, по приему публики, по энергетике, что называется, и самый неудачный за свою биографию. Или все так более-менее ровно? Без ложной скромности вам скажу. Все удачные. Ну, хорошо. А в жизни, допустим, какой был самый страшный день? Всегда же бывает, что у человека случаются какие-то накладки. Тем более вы же так много путешествуете с гастролями. Бывало такое что-нибудь в жизни? Или все солнечно, радостно? Да нет, конечно. Ну, вы знаете, я не хочу вспоминать самый плохой день. Я лучше вспомню самый хороший день. А какой самый хороший? Когда родился мой сын. Так. А как это было? Раньше ведь сейчас-то уже, по-моему, на третий месяц знают, когда будет мальчик или девочка. А вы интригу до последнего как-то держалась у вас? Да, до последнего. То есть вы не знали, да? А если была девочка, как назвали вас? Василиса. А, вот так вот? По-любому, да? Либо Вася, либо Василиса. Потому что у Танечки, у моей жены, отец тоже Вася. Она Васильевна, и я Васильевич. Так что здесь чего выбирать? Без вариантов, да? Абсолютно. А вот как относится Василий к тому, что вы делаете? В смысле, по-профессиональному. Вот он поклонник, он Бориса Щербакова как актера? Или он по сыновь может что-то вам высказать, что-то пожелать, посоветовать? Нет, особенно он... Как-то его сложно заманить на мои спектакли. Нет, ну, примеру, он посмотрит и все. Он больше любит оперу, больше любит оперу, балет. А драматический... Нет, хотя вот он довольно часто ходит, например, к Серебренникову. Вот. В Гоголь-центр очень часто он ходит, смотрит практически все премьеры. Вообще, он такой театральный мальчик, театральный. Ну, еще бы не быть ему театральным, когда он за кулисами. Да, в такой семье. Кстати, про него замечательный рассказ есть. Татьяна, значит, репетировала... Эфрос «Царствие у небесное» Анатолий Васильевич репетировал «Живой труп» на сцене Пруткин и Степанова. А Татьяна моя... Ну, там какую-то горничную она должна была изображать. И что-то я на съемках. Вася маленький, ему годы 4, наверное, что-то, 3-4. Вот. И его оставить не с кем. И так получилось, что это было не то суббота, не то воскресенье, потому что он ходил-то, в общем-то, в детский сад. А здесь, так сказать, воскресенье, детский сад закрыт. И она приходит на репетицию к Анатолию Васильевичу Эфросу вместе с Васей. А за кулисами тоже как-то что-то получается, что не с кем его оставить. И она подходит к Анатолию Васильевичу, говорит, Анатолий Васильевич, ничего, если он посидит в зале. Он мальчик тихий, спокойный, он не будет ни кричать, и вам мешать ничего не будет. Да нет, конечно, Анатолий Васильевич, да конечно, вот пускай он садится за мой стол. Вот, там же режиссерский стол, всегда стоит в зале, лампа, все, вот ему карандаши, значит, бумага, пускай рисует. И Вася сидит, значит, рисует, сидит, рисует. И Эфрос репетирует. Репетирует, потом вдруг говорит, так, стоп. И он иногда так поглядывает на Васю. И говорит, так, стоп, я все понял. А на сцене народные артисты СССР, Ангелина Осина-Степанова и Пруткин. Значит, он говорит, я все понял. Вот Вася у меня, как лакмусовая бумажка. Вот когда вы не по правде работаете, он рисует. А как только начинаете по правде, он сразу отрывается и смотрит. Это точно, да. Детей не отманишь. Детей не отманишь. А что его сподвигло, будучи дипломированным юристом, поступать во ВГИК? Это родители? Нет. Как-то? Нет. Вдруг сам? Я даже не знал. Почему не сам ВГИК начинал? Может быть, все-таки это гены как-то сработали, потому что и мама актриса, и папа актер. Может быть. Ну, я думаю, что наверняка, потому что когда он поступил, причем он поступил к моему очень хорошему приятелю, моему другу, Валерию Яковичу Ланскому, и Ланской мне позвонил и говорит, ты знаешь, что я взял твоего сына? Я говорю, зачем? Но он мне понравился, он говорит, и я его и взял. Я даже не знал, что он поступал. То есть никто никому не звонил? Абсолютно. Абсолютно. Вот как на духу вам говорю, вот вам приятно. Верю. Вот мне Юлия Меньшова жаловалась, что самым тяжелым в ее карьере испытанием было работать вместе с ее родителями. А вот вы вместе с сыном работали над саперами. Как вообще вам работалось? Замечательно. А почему этот опыт больше не повторялся? Ну, так получилось, так получилось. Мы работали, это была такая киностудия «Синий бридж». Так. Ее возглавлял Сергей Федорович Кучков. Ага. Замечательный, очаровательный человек. И он бы, наверное, и продолжал ее возглавлять, и мы бы, наверное, и работали бы на этой киностудии, если бы он был жив-здоров. А его не стало. Не стало Сергея Федоровича, и вместе с ним все это дело как-то развалилось. Хотя у него были планы и на Васю, и на меня. Причем, Вася сам монтировал. Я не монтировал этот фильм саперы. Монтировал Вася. То есть вы на площадке работали? Да. В чем? Ага, так. Да. Ну, у меня так получилось, что я не то на гастроли уехал, не то еще что-то. А Вася, будучи вторым режиссером, он весь фильм сам смонтировал. Я приехал, мне понравилось. Мы показали Сергея Федоровича, ему тоже очень понравилось. Он только добавил там несколько взрывов каких, ну, как обычно режиссеры делают, и продюсеры. Вот. И у него уже были планы и на него, и на меня. Но вот так получилось, что он уехал на кинорынок в Сингапур с предыдущей картиной. А у него в основном были фильмы именно о войне. О войне. Вообще, я хочу сказать, что он, в общем-то, поднял Одесскую киностудию. Именно Сергей Федорович Кучков. Он поднял ее, он ее возродил, он дал огромное количество рабочих мест. Киностудия начала жить, начала существовать. Вот. Именно за счет Сергея Федоровича Кучкова, «Сарство имени небесное». Ну, вот. И с кинорынка, из Сингапура его уже привезли. Да. Вот вы про Сингапур, и вот опять вы упомянули Одессу, я тоже думаю, как вы сказали, не может быть, что Ленинград когда-нибудь, или Санкт-Петербург стал каким-то чужим городом, а Одесса стала тоже куда-то куда-то. Причем в Одессе родственники живут, Татьянина сестра родная, да, Татьянина сестра родная, ее муж идет. Ну, по скайпу, по телефону общаются. Не ругаетесь, не ссоритесь? Нет. Сейчас же, знаете, как по-разному бывает? Очень-очень бывает по-разному. Я знаю, да, я знаю, прямо родственники. Конечно. Прямо эта вот линия фронта по семье проходит. Это вот, кто бы мог вообще об этом подумать? Абсолютно. Да, ну, не будем о грустном, мы выходим на финал. Значит, финал как у нас выглядит? Вы из этого красного мешочка должны достать одну фишку, ну, гад, их там четыре, и такого же цвета выбрать карточку. На карточках написаны вопросы. Да? Не мои. Да. Не ваши? Нет. Вопросы французские. Ну, вот желтая. Любую желтую карточку. Желтую карточку. Слух. Писали ли вы когда-нибудь... А, писали. Нет, все-таки они не настолько... Вы ударение ставили. Писали ли вы когда-нибудь на машинах надписи из серии «Помой меня»? Никогда. А сами автомобилисты каким стажем? Ой, права я получил в 80-м году. Угу. 35 лет. Вот, изменилось мы просто, чтобы закальцевать, с чего начали теми финиширами. Изменилось отношение гаишников к любимцам публики? К актерам, которые... Вот, хотя бы это то же самое, да? Помогает, Это замечательно. Я их обожаю. Угу. 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 Я всегда вожу с собой, где-то я купил много-много значков, лучший гаишник, как называется. Так. Круглый гаишник. Лучший гаишник. Или что-то в этом роде. Я сразу даю. Угу. Вот. А раньше, ну вот сейчас они больше начали меня узнавать, но это, очевидно, после первого канала, после «Доброго утра». Ну да. А раньше меньше узнавали. Но я, 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 во-первых, никогда не спорю, что это бесстанно. Бессмысленно спорю. Абсолютно. Согласен. Поэтому, ну, обычно же, вот он тебя останавливает, да, но ты все-таки каким-то образом еще проезжаешь какое-то время, и он начинает к тебе подходить, да. Я первым выхожу и сразу поднимаю руки. Все, я сдаюсь, парень. Я твой. Абсолютно. Это сразу подкупает. Ну вот, актер, он... И не спорю никак. Актер во всем, во всем актер, даже в общении с гаишниками, как мы сегодня узнали от народного любимца Бориса Чербакова. Огромное вам спасибо за беседу. Вам спасибо, что пригласили. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok